Популярность западных праздников падает. Большинство россиян нынче не планируют праздновать День Святого Валентина. Так ответили 78% опрошенных. Отмечать День Влюбленных собирается лишь каждый восьмой опрошенный – 12% россиян. Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля. Респонденты моложе 34 лет, а это 20%. Таковы данные исследования, которые провела одна федеральная общественная платформа. Мы решили спросить у тверичан, как они относятся к этому празднику, и что подарить, если времени до любовного торжества осталось не так много. Об этом наш следующий сюжет. В России День Святого Валентина не имеет многовековых традиций. Его начали отвечать лишь в начале 90-х. Когда открылись границы, началось массовое распространение западной поп-культуры. Сначала это было забавное иностранное развлечение, а уже в начале 2000-х этот праздник начали широко отмечать и в нашей стране. Распространение праздника вызвало резонанс в российском обществе. Одни с удовольствием перенимали западные традиции, другие же становились ярыми противниками нового торжества. Аналитики отметили, что этот праздник теряет популярность по сравнению с прошлыми годами. К примеру, в 2016-м праздного 14 февраля собирался каждый пятый, а в 2014-м почти треть россиян. С 2021 года доля таких желающих была на уровне 12-13%. 14 февраля мы немножко не в ту степь идем, поэтому не отмечаем этот праздник. Я вообще по жизни пацифист. Я всегда положительный, если праздники приносят какой-то любовь, счастье, голубое небо и улыбки. Пока не отмечаю. Еще не нашли вторую половинку? Нет. Не особо отвечаю, просто иногда что-то дарю. Ну, цветы, романтический вечер. В России достаточно федеральных и региональных праздников, установленных законом, которые можно активно использовать для проведения рекламных акций и мероприятий. Например, 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Прекрасно, хороший праздник. Отмечаем. Дружной семьей, дома. Подарки дарим. Я знаю, что в день любви и верности надо показывать любовь в семье. Россияне не строят планов по празднованию Дня Святого Валентины. И даже не все мужчины собираются радовать любимых цветами. Только треть респондентов заявили о таком намерении. Больше других желаний подарить цветы выражают респонденты в возрасте до 34 лет. Среди них каждый второй планирует купить букет своей девушке или жене. Лишь в одной из ста российских компаний планируют активности на 14 февраля, сказали аналитики. Стоит отметить, что в другие годы в российских компаниях не было традиции отмечать День Святого Валентина. В период с 2013 по 2023 годы доля организаций, где праздновали 14 февраля, колебалась от 4 до 6%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...